Таким образом, здесь все написано еще. Так, так, так. Яндекс.Деньги. С Яндекс.Деньги вы можете перевести через любой обменник на указанные реквизиты. Так, как в Яндекс.Деньгах работают националисты, которые не обслуживают резидентов других национальностей, кроме России. Так, как в Яндекс.Деньги. В диапазоне Муадхары и при каких-то взаимодействиях вот в этом частотной полосе, если с Муадхарой что-то не так, то может быть и какие-то повреждения. До какого возраста формируется Муадхара? Не знаю, не могу вам определенно сказать. Могу сказать, с какого возраста. Она формируется с момента зачатия. Я думаю, что где-то во время полового созревания, да, как бы уже формируется во всю Садхистану чакра. То есть до этого момента, как бы возможно, что доформировывается Муадхара. В принципе, по идее, она должна формироваться то время, пока идет, как бы, выращивание плода. То есть, в принципе, по идее, во время родов, как бы, вот в этот момент, когда происходят роды, да, в Муадхара большая часть уже должна быть сформирована. Вот, не понимаю, как, к чему вам это сильно пригодится и как это сильно относится к нашей теме выходов из тела. Если кокон не прошит, вот, а у кого он прошит, как бы, до конца. Можно говорить об уровнях прошивки до какого-то уровня. Проблемы со здоровьем. Влазить на тонкий план еще не стоит. Ну, да, в принципе. То есть, здесь стоит работать со своими тонкими телами, их осваивать и работать с их выправлением, да. То есть, для чего навык, как бы, выхода из тела вам потребуется, но просто вам нечего делать в таком состоянии пока на самих тонких планах, активно с ними взаимодействовать. Для начала, в первую очередь, необходимо привести свои тонкие тела в порядок, как бы, да, и научиться накапливать энергию и создавать защиту. Тогда уже есть смысл вылазить в Сефир и ЕСОД и там что-то делать. То есть, все нужно делать последовательно, постепенно. Курс по выходу из тела для всех. Ну, почти для всех. Будет ли сегодня практика? Нет, не будет. Просто здесь практику не сделать на 5-15 минут. Здесь, чтобы формировать выход из тела, на это время нужно потратить. Достаточно много, чтобы перекачивать энергию, в это нужно глубоко влезать и включаться, да. То есть, вот этот формат вебинара, он не предусматривает, как бы, углубленную работу практическую. По крайней мере, в рамках вот этого вебинара. Все это, вопросов никаких толковых нету. Точка во вне, ну, это создание некого якоря, да, во вне, просто в определенной зоне. Отчего онкология? Ну, онкология, там, возможно, разные причины. Это, как бы, сбой программы работы клеток, которые могут возникнуть также при взаимодействии с какими-то объектами тонкого плана. И это, как бы, связь с неким патогенным источником энергии активным. То есть, такой пример, как бы, да, формирование онкологии. Какая-нибудь молодая девушка, как бы, не подумав, головой снялась на обложку какой-нибудь рекламы, там, не знаю, презервативов или какого-нибудь там мужского журнала, связанного с темой, там, какого-то секса или взаимодействия. И потом каждая тетка, которая видит эту роскошную модель, как бы, туда своим, в эту фотографию, своим дурным сознанием, как бы, дубайся, да. Как бы, типа, принципу, вот на тебе, зараза, как бы, будешь мне тут настроение портить. В итоге формируется достаточно плотный, как бы, энергетический канал, который к этой девушке может привязываться, который несет в себе негатив. И определенная зона накачивается, да, как бы, клеток вот этой энергии, идет сбой программы. И за счет вот этой запитки, как бы, развивается онкология, например. То есть это какой-то, здесь в основе лежит какой-то автоиммунный процесс, когда наша иммунная система, да, начинает, как бы, мочить свои собственные же клетки, вот, когда идет сбой здесь в программе. Вот, то есть опять какое отношение это имеет к теме выхода вы из тела, и как вам это сильно пригодится практически в жизни, это знание. Будете со всех онкологию снимать? Есть ли отборы, отсев на курс? Определенный есть. Мы, как бы, не возьмем человека, скажем, на Сватхистане, да, или вверх Сватхистане, потому что ему еще просто нечего делать на таких практиках. Но такие люди обычно не записываются. И не возьмем, как бы, совсем больного человека, потому что такие практики не сильно могут позитивно сказаться. И человеку сначала нужно, как бы, выровнять свой организм, да, то есть человек со слабой совсем энергетикой болезненной, ему еще тоже просто рано с этим работать. То есть всех, в принципе, у кого точка сборки более-менее позволяет работать, по крайней мере, с концентрацией на своих чакрах, которые в состоянии почувствовать как-то энергию, какие-то ощущения получить, и у которых достаточно плотный кокон, да, чтобы с этой работой можно было работать, могут с этим курсом, могут в курсе участвовать. Так, можно ли на Анахате выйти в ментальный план? А вот, Анахата это как бы уже ментальный план. На Анахате можете выйти. Смотря что считать ментальным планом. Можно ментальным планом считать уровень Магонии. Или, как бы, еще выше, как бы, уровень выше четвертого Аркана, да, считать, как бы, ментальными уровнями. Манипура 3 сантиметра ниже пупка. 3 сантиметра ниже пупка находится Сватхистана как раз. И в ее верхний полюс. Манипура находится в зоне солнечного сплетения. Вот, если не знаете, где солнечное сплетение, подойдите к какому-нибудь каратисту, он вам покажет. Сразу узнаете. Запомните. Вот, как выйти в ментал или в высшие уровни астрала. Научитесь сначала выходить, как бы, в самые низшие. Научитесь сначала хотя бы эфирный выход совершать. Потом уже постепенно, поднимаясь выше, научитесь выходить в высшие формы, да. Вот. Как мы собираемся встретиться на том комплайне, не имея метки, очень легко и элементарно. Сонастроившись друг с другом в группе, что мы и так все время делаем. Я, как бы, объяснял механизм. Все концентрируются, свое ментальное тело, на презентации, на настройке, на моем голосе. В итоге все синхронизируются в одной точке пространства. И формируется магический круг, внутри которого находится. Вот. И ни на кого бирку выставлять не надо. Как бы, все и так могут в одном и том же месте, как бы, друг друга увидеть. Влияет ли точка сборки на выходы из тела? В смысле, ее положение или сам механизм точки сборки? То есть, выход из тела, это просто способность перекачать свою энергию вовне и спроецировать туда сознание. То есть, сильно точка сборки на это не влияет, могут влиять другие факторы. Там, медиумичность, например. То есть, есть люди, которых называют медиумами. И это могут быть люди вообще на Сватхистане чакре. При этом они могут обладать там потрясающими медиумичными способностями. То есть, при каждом чихе вылетать, как бы, на километр из тонкого тела. Вот. И это связано не с тем, что они такие великие и могучие, а с тем, что просто у них энергия и не янь находятся в организме в балансе. И нету, как бы, замка, который тонкие тела держат физически, но они легко оттуда вылетают. То есть, точка сборки здесь мало влияет. Наоборот, если у вас сильная фиксация, то вам сложнее сдвинуться. Вот-вот. Как бы, вот из-за таких вот людей, как бы, другие онкологии болеют. Вот. Не мучайтесь с линейкой, найдите каратиста, узнаете точнее. Как бы, линейка вы не померите, поскольку живот может быть разный, да, как бы. Если это какой-то героический пивной животик, то там не 3 сантиметра, а может быть и 33. Как бы, до манипура. Можно ли в астрале использовать различные каналы? Можно, поскольку они именно там протекают. Как бы, каналы энергии находятся же не в физическом плане, не находятся на тонком плане, на котором мы работаем. Соответственно, если вы умеете погружать свое сознание на тонкие планы, вы способны с этими каналами энергии, в том числе с арканами, да, взаимодействовать, работать напрямую. То есть не с позиции, как бы, вот я в физическом теле настроился, а с позиции, как бы, самого тонкого плана. Значит, выходы из тела для тех, у кого с энергией именно 3 нижних чакр, все окей, или на манипуре должно быть ее больше. Ну, в принципе, без разницы. Я вам говорил, как бы, может быть, и человек на сватхистане, как бы, медиумичный, который тоже может из тела выходить. Здесь вот эта способность к выходу из тела, она связана с вашей способностью перекачать свои энергии вовне, как бы, спроецировать в точку. Вот, как узнать, на каком уровне находится человек? Элементарно посмотреть, где у него точка сборки находится. Вопрос возникает как? Элементарно. Заходите на наш сайт, в раздел «Видеотека» и смотрите практический вебинар, как определить положение точки сборки, да. Вот, и определяете. Вариант второй. Как бы, выкладываете фотографию на форуме в разделе «Практики экстрасенсов» и вам ее определяют. Или тому человеку. Вот, каким образом происходит отсев? Очень просто. Сканируется фотография человека и определяется. Чтобы попасть на курс, необходимо подать заявку, заполнить форму, которая есть у нас на сайте, которой необходимо приложить свою фотографию. По вашей фотографии все, как бы, видно, как на ладони, и это определяется, как бы, сразу. Есть ли смысл этому человеку участвовать в курсе или пусть пока пойдет чем-нибудь другим позанимается. Вот, тут некоторые уже знают, в чем рецепт определения уровня, да, на котором находится человек. Вот, чем отличается астральный выход от эфирного? Ну, как бы, очевидно, чем, как бы, теми энергиями, тем просточастотным диапазоном, в который вы погружаетесь. Есть и эфирный план, и астральный план, да, и это разные частотные диапазоны, и вы можете спроецироваться либо на этот эфирный план, и это будет эфирный выход, либо на астральный план, более высокочастотный. Это будет погружение в пространство уже астральное. Вот, с чем связана эта возможность перекачки, с возможностью чувствовать энергии своего организма. Поставлена магическая зеркальная защита. Не повредится ли она от занятий? Не знаю, что вы будете делать на занятиях такого, чтобы она повредилась. Каким образом она у вас поставлена, как некая структура на тонком теле? Вот, или это как некий талисман? То есть, талисман можно снять, если как структура на тонком теле, не вижу способа, варианта, чтобы она могла повредиться. Если вы не будете ни на кого прыгать, как бы этой защитой, как бы всех по голове бить, этой структуры, то ничего с ней не будет. Есть ли принципиальное отличие между астральным телом и осознанным сновидением? Есть, и очень большое. Это два совершенно разных пространства. Фото. Не, в полный рост не нужно, как бы по пояс более чем достаточно, да? Так, чтобы, как бы, было видно. Человек, чтобы было четко видно, ну, но и желательно, как бы за последние три месяца, как бы, чтобы не дольше. Вот. Какого формата фотография любого? Какой, например, мы принимает форум? JPG, например. То есть, фотографию в 40 мегабайт в RAW формате можете не загружать. Точно, как бы, никто в фотошопе там суперэффекты на вашу фотографию не будет делать. Вот. Еще какие-то вопросы есть по выходам из тела и по вот этой теме, как бы, работая на тонких планах, да? С выход, как бы, вот этой постепенной экспансии, эволюция мага на тонкие планы и осознанная работа взаимодействия, да? Эфирный план, как проекция физического мира? Нет. Я бы сказал наоборот, что, как бы, физический мир, как некая проекция эфирного плана. Но здесь, как бы, есть контуры объектов этого физического мира. То есть, эфирное тело, скажем, это, вот, как бы, некий такой силовой каркас нашего физического тела. Когда человек умирает, его тело начинает разлагаться, потому что оттуда выдергивают это эфирное тело. То есть, это, как такая леска, которая бусинки держит вместе. То есть, эфирный план, это, как бы, некие такие силовые каркасы. Вот. Вот. Снимает ли это работа на тонких планах блоки? Да, и еще как. Достаточно мощно идет выравнивание. Когда вы выходите, вы начинаете взаимодействовать вот с этой силой, скажем, на астральном плане. Идет поток достаточно, который сильно выравнивает, разравнивает ваши тела. Вы их начинаете чувствовать, осознавать, и можете своим сознанием выровнять. Здесь, работая в группе, вот в этом общем поле, идет достаточно сильно общее выравнивание, разглаживание. То есть, при вот этих работах, при которых задействованы, как бы, нижние энергии, достаточно сильно идет выравнивание тонких тел и блоков. Вот. Курсы Фуэрбол-1, скажем, руническая магия, вот эти выходы из тела, здесь достаточно большой идет эффект. Вот. Следующая конференция будет, я думаю, в следующий четверг. И тема будет работа с 15-м арканом. Глубленная. Вот. На этом у меня, в принципе, на сегодня для вас все. Надеюсь, вам было интересно, какая-то информация полезная. Вот. И, соответственно, я вас приглашаю на курс, на наши следующие открытые вебинары. Мы потом вывесим.